Добрый вечер, уважаемые зрители. Хочу вас ознакомить с самыми актуальными новостями. Ну вот, российская журналистка заявила, и я бы могла погибнуть в Кельбаджаре. Российская журналистка о гибели азербайджанских коллег. Вот, в Кельбаджарском районе здесь погибли азербайджанские корреспонденты, и могла быть среди них эта женщина. Вы видите на фотографии, она снизу, справа. Вот этот КамАЗ, подорванный на мине, погибли люди. И она могла быть среди этих пассажиров, среди этих журналистов. Ведущий обозреватель российского агентства РИА Новости Галия Ибрагимова, комментюра о гибели азербайджанских коллег в результате заложенной армянами мины в Кельбаджаре, поделилась в социальных сетях воспоминания о своей поездке в освобожденный район Азербайджаном. Как передает ДСЗ, корреспондентка РИА рассказала, что в начале мая она была командирована в Азербайджан и посетила Кельбаджар. Ну вот она рассказала, как сказать, была в этих местах и рассказала, как эта поездка проходила. Самая сложная дорога туда, она проходит через Амарский перевал, высокогорную местность. Да и дорогу эта сложно назвать. Каменная Нас и Пулская тропа. Пять часов туда и пять часов обратно. Нас в группу журналистов везли на военных КамАЗах. Насколько сложно туда добраться на обычном авто? Ну, видно, да, приходится на военных грузовиках, потому что они проходимые, большая проходимость. Сказать, что это сложно, страшная дорога, ничего не сказать. Это надо пережить. В общем, она говорит, что это страшная дорога. И в это время, пока я была в Азербайджане, нам рассказывали про минные поля. Ну, конечно, уже информировали, что там опасно. Вначале слушаешь, читаешь, смотришь и кажется, что это где-то далеко, это не про тебя. Но испытываешь страх, когда оказываешься на местности, где мины. Тебя постоянно дергивает, мол, будь аккуратна, но все равно страшно. Когда сегодня прочитала новость о подорвавшихся журналистах Кельбаджаре, снова стало страшно. Вспомнила ту сложную высокогорную дорогу, по которой мы ехали. На месте подорвавшихся могла быть и наша группа журналистов. Могла быть и я, сказала Галия Ибрагимова, вот эта девушка. Еще страшнее читать новости, заявления политиков, где говорится, мол, минирование производится для безопасности границ. Есть имя этой безопасности смерть и тяжелые ранения журналистов. Какая это безопасность? Это наоборот. Ибрагимова заключила, что люди не должны подорваться на минах. Ну, все правильно. Вот подорваны КАМАЗ. Я говорю, здесь заложили явно мину. На этой территории не было никаких военных действий. Никто тут не воевал. Тут ясно, что карабахские армяне уходили на территорию Армении и заминировали все эти участки. И дорогу, особенно дороги, где КАМАЗы, где грузовики могут. Ну и все. Видите, это теракт называется. Это уже не просто мина появилась там. И вот теперь группа карабахских армян обвиняет власть Армении в гибели азербайджанских журналистов и чиновников в Карабахе. Я не понимаю, при чем здесь Армения? Я вам сейчас карту показывал. Вот Армения тут, а Карабах типа вот здесь. И здесь карабахские армяне явно заминировали вот эту территорию. Потому что здесь армяне-то не пойдут с минами туда минировать Карабах. Да ясно, что местные карабахские армяне заложили эти мины. Сопредседатель гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артур Агаджанов и группа карабахских армян выразили соболезнование Азербайджану, семьям и близким погибших. В результате подрыва на мини в Кельбаджарском районе двух азербайджанских журналистов и чиновников. Агаджанов пожелал скорейшего выздоровления четырех раненых. Да, четыре раненые еще. В результате этого теракта устроены армянской стороной. Прямая ответственность на случившие преступления лежит на нынешних и прежних властях Армении. Официальный Ереван так и не передал Баку карты минных полей, что спасло бы жизни многим невинным людям. В общем, такое заявление, он говорит, что, мол, виноваты власти Армении. Причем здесь власть Армении? Минировали-то эти карабахские, как сказать, жители, все эти ливийцы, сирийцы там проживающие. Там больше некому минировать эту территорию было. Преступная оккупационная политика власти Армении и сегодня оборачивается к гибели граждан Азербайджана. Но как уже 120 человек подорвались на минах за эти полгода, так ясно, что минус ставит. Решительно осуждаем чудовищный теракт в Кельбаджаре, который стал вследствие тотального минирования азербайджанских территорий со стороны диверсионных групп. Правильно, вот это правильно написали у жоных сил Армении. Приносим наши соболезни и призываем мирное сообщество решительно осудить официальный Ереван за отказ предоставить карты минных полей Азербайджану. Говорится в обращении группы карабахских армян. Это надо всех этих главнокомандующих, этого, как называемого, Раика Ратюнян, там все эти, вот эти ответственные за эти гибели. Они там как бы власть была, хозяева были, они там все заминировали, и потом все попрятались там на этот, как сказать, огрызок, где российские миротворцы. Ясно, что они там все эти мины поставили, так что они зря стрелки переводят на Армению. Армения вообще тут ни при чем. Это уже с Раика Ратюнян и его эти все сепаратисты. Вот кто виноват в гибели этих людей. Так, ребята, ну все, еще буду, потом сделаю пару роликов. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.